Здравствуйте! Вы смотрите программу «Управдом» в студии Наталья Бернацкая. Сегодня в выпуске. Как изменятся суммы в коммунальных квитанциях для мурчан? Какие капитальные работы провели в Благовещенских многоэтажках? Где жильцы и почтовики не могут найти общий язык и почему? И сколько несанкционированных свалок ликвидировали в Преамурье за два месяца? Программа будет интересной, не переключайтесь! С 1 июля мурчане будут больше платить за электричество, воду и тепло. Коммунальные платежи жителей области вырастут более чем на 3,5%. Так, 1 кВт станет дороже в среднем на 10 копеек. Горожане, чьи дома оснащены электроплитами, а также сельские жители, с 1 июля будут платить 2 рубля 46 копеек. Для жителей, которые пользуются газом, тариф вырастет до 3 рублей 52 копеек. Кстати, цена сжиженного газа тоже увеличится. В Благовещенске, а также в Ивановском, Константиновском и Тамбовском районах голубое топливо подорожает на 7 рублей за кубометр. Его цена составит 119 рублей. Холодная вода в среднем подорожает на рубль, горячая – на 6. За водоотведение придется платить на 50 копеек больше. Новые расценки на электроэнергию, газ, водоснабжение и тепло опубликованы на сайте Управления цены тарифов Амурской области. Капитальный ремонт 56 многоэтажных домов завершили в Преамурье. 37 из них уже ввели в эксплуатацию. В большинстве домов по желанию собственников ремонтировали крышу. Всего же в этом году от капиталя 200 зданий. В Благовещенске ремонт провели в 7 домах. В одном из них утеплили фасад. Кровлю обновили в домах Райчихинска, Тынды, Шимановска, Прогресса. В 9 домах Белогорска провели капремонт внутридомовых и инженерных систем. Сейчас специальная комиссия проверяет работу и принимает объекты. В Благовещенске завершается ремонт тепловых сетей центрального района. Работы ввели по улице Амурской между Мухиной и Артиллерийской. Почти за месяц там полностью заменили железобетонные лотки, трубопроводы и тепловую изоляцию. Осталось лишь выровнять дорогу пескогравием и уложить асфальт. Завершить все работы планируется до 9 июля. Осталось засыпать песком, утрамбовать и положить двойной слой асфальта. И это финальные работы в срок до 9 июля. Их нужно сделать на Амурской между Мухиной и Артиллерийской. Не ремонтировалась магистраль, что проложена под дорогой более 30 лет. Трубы и даже железобетонные лотки, говорят подрядчики, полностью прогнили. Оттого происходили частые порывы и вода у людей в большинстве домов текла ржавая. Дай бог, вода будет хорошая. У нас тут проблемы были. В одно время ржавая вода текла, прям грязная-прегрязная. Будем надеяться, что благодаря ремонту все будет замечательно у нас. И горячая вода будет в доме. Слава богу, дали недавно. Воду из этой тепломагистрали подавали в 133 многоквартирных дома, где проживает почти 17 тысяч человек. В связи с ремонтом отключить горячее водоснабжение планировалось с 29 мая по 9 июня. Изначально за это время подрядчик хотел заменить 30% лотков. Но когда вскрыли траншею, оказалось, менять надо все. А это 180 штук. В связи с возникшими изменениями и планами, то есть это замена лотковой части данной тепловой сети, было принято решение продлить отключение еще на 10 дней. Но часть потребителей мы включили по плану, это 9 числа. Остальную часть потребителей мы включили 17-го. То есть должны были 19-го, включили на два дня раньше. 17-го числа все потребители были подключены к горячему водоснабжению. Заменили железобетонные лотки, трубопровод и сделали изоляцию всего за 10 дней. Для этого пришлось задействовать более 10 единиц техники. У нас было задействовано два крана, экскаватор, погрузчик. Сопутствующая техника. Четыре самосвала. Это не считая той техники, которая обеспечила подвоз материалов. То есть подвоз лотков, с заводов подвоз лотков, с площадки с нашей подвоз, где уже мы гидроизоляцию делали. То есть трубы подвозили, подготовительные работы с трубопроводами производили. То есть окрашивание их, установка подходных колес. Ну то есть техники было задействовано много. Со слов подрядчика, гарантийный срок годности новых труб 30 лет. А значит, порыв в ближайшие годы не ожидается. Сегодня почти 300 метров полного капитального ремонта, которого не было 40 лет, с полным обновлением и труб, и лотков. И практически мы гарантированы на ближайшее десятилетие, что здесь, в этом месте, уже будет все хорошо. Потому что все равно центральная артерия, это перспективно гарантированная стабильность работы. Потому что все остальные ответвления, все равно они, это только ответвления. И они могут быть перекрыты. А представьте себе, здесь сразу было охвачено жильцов около 17 тысяч. Это, представьте себе, около 17 тысяч жителей, 28 учреждений, 3 социальных объекта. Этим летом ремонт запланировано провести на четырех благовещенских тепломагистралях. В связи с этим, когда и в каких районах будут отключать горячую воду, жителям областной столицы рекомендуют узнавать на сайте администрации. Вероника Федореева, Иван Сюмак, Амурское областное телевидение. Жительница дома по адресу Горького 150 за ЖКУ платит исправно. Соседям жить тоже не мешает. Но в последнее время затаила на них обиду. Проживающих за стеной она винит в разрушении собственной квартиры. В ситуации разбирались управляющая компания и наша съемочная группа. Приготовила вот уже водичку здесь. Жду, когда придут, чтобы хоть убраться немножко. Четвертый месяц Антонина Иларионовна в ожидании чуда. Вернее, рабочих, которые придут, конечно, не пол помыть, а трещину в стене заделать. Штукатурка, рассказывает пенсионерка, впервые посыпалась три месяца назад, когда новые соседи через стенку начали ремонт. Познакомиться с ними 77-летней женщине здоровье не позволяет. К тому же живут они в другом подъезде. Обратилась за помощью в управляйку. Оценить разрушение мастер пришла на следующий день. После обещала перезвонить. Ну и вот я с тех пор жду, жду, жду. Потом, наверное, через месяц пришел мужчина. Че у вас тут такое? Я говорю, так вот ты у меня. Он засмеялся, да говорит, так это надо здесь и щекотурить, и заделывать, чего они мне послали. И ушел. Я опять туда стала звонить. Созвонились с компанией и мы. На том конце провода заверили. Все это время пытаются достучаться до соседей. Но безуспешно. Испытать судьбу вслед за коммунальщиками отправилась и наша съемочная группа. В квартиру возможных виновников разрушения стены мы пытались попасть в течение недели. Ни днем, ни ранним утром дверь нам никто так и не открыл. По закону неурядицы внутри квартиры – это проблема собственника. С соседями тоже ему договариваться. Однако для Антонина Астраханцевой управляйка решила сделать исключение. И все-таки отправила штукатуров. Те злосчастной трещиной справились за 15 минут. И, как ни странно, попросили хозяйку соседей в своей беде не винить. Было две розетки под телевизор. Одна розетка была заштукатурена, сантиметра два. И вот это от старости уже отвалилось. Никаких там соседей, никто ничего не было. Первый раз в такой случае. То есть нету такого. Обычно, если на лестничной площадке живут соседи, они между собой всегда разбираются, мирно. Никаких таких нет вопросов. Если вопросы к живущим через стену у хозяйки остались, решать их ей придется с привлечением полиции. Обязать восстановить ущерб даже действительно виновных соседей у управляющей компании нет полномочий. Оксана Курбатова, Денис Лугов, программа «Управдом». Жители многоэтажки на Институтской 4 бьют тревогу. Их образцово-показательный двор приходит в упадок. А все потому, что его приравняли к проезжей части. Как так получилось и можно ли спасти асфальт, который строили по всем ГОСТам и на века, разбирался наш корреспондент. Полные писем, посылок, а еще страданий для жителей пятиэтажки по улице Институтской 4. Почтовые фургоны в этот двор приезжают каждый день по три раза. Тяжелые и высокие они сводят на нет. Все старания местного населения держать свою территорию ухоженной. А еще габаритное авто будет по утрам пенсионеров, несут прямую угрозу детям, играющим во дворе и разбивают асфальт. В прошлом году жильцы уже собирали по 300 рублей с квартиры, латали ямы. Этой весной дыры образовались вновь. Почта строилась с отдельным въездом. Вообще юридический адрес почты Институтская 4, дробь 2. У нас жилая зона Институтская 4, жилой дом. У них прямо был въезд туда, он и сейчас там есть. Но все это потом начало в 90-е годы сдаваться. Под магазин мебель Дарья был. Сдали, продали, это нам неизвестно. Но и передислоцировались на нашу территорию. Официальное письмо в адрес Амурского представительства Почты России Совет дома уже направил, предложил вернуться к истокам. Ответ себя долго ждать не заставил. Почему мы сейчас не можем осуществлять подъезд с улицы Институтской, потому что ранее там не было парковки. Сейчас там и поликлиника, и банки. Соответственно, очень много машин, что затрудняет доставку, отправление, выгрузку, погрузку из отделения почтовой связи. И это мешает осуществлению тракта. То есть по времени машина будет идти уже дольше. В учреждении подчеркнули, прилегающий к дому земельный участок принадлежит им в равной степени, как и собственникам квартир. А потому пользоваться им они намерены, как прежде. Так что у жильцов остался один вариант. Чтобы установить любую заграждающую конструкцию во дворе жилого дома, одно из требований – это первое. Должен быть сформирован земельный участок, должны быть определены границы земельного участка, площадь земельного участка, данный земельный участок должен быть поставлен на кадастровый учет. Эту процедуру выполнят в многофункциональном центре. Затем Совету дома нужно организовать общее собрание собственников, если согласие на установку заграждения дадут две трети жильцов, отправляемся в управление ЖКХ. Там помогут согласовать вопрос со спецслужбами. Останется только собрать деньги и загородить въезд во двор. Мария Селезнева, Дмитрий Тарасов, программа «Управдом». В Амурской области расчищают завалы мусора. За последние два месяца было ликвидировано 25 незаконных свалок. Таких результатов удалось добиться при помощи активистов Общероссийского народного фронта. Представители ОНФ разработали проект «Генеральная уборка». Они определили почти 60 мест по всему региону, в которых отходы складируют незаконно. Общественники разработали интерактивную карту. На нее нанесли 59 точек незаконных завалов мусора. По 34 из них уже принимаются меры по ликвидированию. В работе задействованы как представители ОНФ, так и муниципальные власти. Надзорные органы и профильные службы. Полностью убранными можно считать свалку села Лермонтовка Тамбовского района, груды бытового и строительного мусора в лесополосе города Рачихинска. Захламленные территории поселка Маховая Пать, сел Чигири и Садовая, расположенных в черте города Благовещенска. Кстати, в уборке территории может принять участие любой амурчанин. Узнать подробную информацию можно на интернет-портале На этом у меня все. Читать новости можно на сайте amurlenta.ru, а пересматривать понравившиеся сюжеты можно в социальных сетях, на страничке Амурского областного в Фейсбуке и Одноклассниках, а также на сайте amurobl.tv. Я с вами на этом прощаюсь. До встречи в эфире! Субтитры подогнал «Симон»!